Реальные книги Произведение Алексея Толстого Князь Серебряный К написанию романа «Князь Серебряный» Алексея Толстого потолкнул интерес к историческим песням о временах Ивана IV. Писатель мечтал рассказать в своем произведении о суровых временах грозного царя, когда безумный русский народ вынужден был терпеть сие ужасы опричнины. Начать работу над романом стало возможным только после смерти Николая I. По мнению писателя, очередной царь-тиран непременно увидел бы параллель, проведенную между собой и Иваном IV. Толстого мог слишком дорого заплатить за свои вольности. Работая над книгой, писатель использовал монографию Терещенко «Быт русского народа» и популярную в те годы книгу Карамзина «История государства российского». До того, как роман был опубликован, автор прочитал его в Зимнем дворце. Книга очень понравилась императрице. Мария Александровна подарила писателю золотой брелок в виде миниатюрной книги. Лето 1565 года князь Никита Романович Серебряный возвращается из Литвы. Проведя пять лет в чужой стране, князь так и не смог справиться с поставленной перед ним задачей – подписанием мира между двумя государствами. Провещая мимо деревни Медведевка, Серебряный становится свидетелем того, как на небольшой населенный пункт напала шайка разбойников. После того, как дружина князя связала лихих людей, выяснилось, что это царские опричники. Серебряный не верит, что перед ним слуги царя, и отправляет их к губернскому старости в сопровождении своих воинов. Князь отправляется дальше. По дороге он остановился на постой колдуна. Здесь Никита Романович узнает, что его возлюбленная Елена Дмитриевна вышла замуж. Когда девушка освертела, ее некому было защитить от настойчивых домогательств князя Афанасия Вяземского. Елена Дмитриевна любила Серебряного и дала ему слово стать его женой. Однако Никита Романович слишком долго пробыл в Литве. Чтобы спастись от назойливого ухажера, Елена вышла замуж за боярина Морозова. Поскольку Вяземский пользовался расположением Ивана Грозного, Морозов становится опальным. Князь Серебряный возвращается в Москву и отправляется к Морозову. Боярин рассказывает князю о том, что царь переехал в Александровскую свободу. А между тем царские слуги, опричники, чинят произвол в городе. Боярин уверен, что Серебряному не следует ехать к Ивану Грозному. Но князь не желает прятаться от государя. Объяснившись Еленой, Никита Романович уезжает. Царь дает разрешение Вяземскому увезти Елену. Узнав о том, что Серебряный расправился с опричниками Медведевки, Иван Грозный хочет казнить князя. Но за Никиту Романовича заступается Максим Скуратов. Впоследствии князь Серебряный оказывается в путаном целую сеть придворных интриг. Ему неоднократно грозит гибель от фражеской руки или смертная казнь. Вяземскому все-таки удалось похитить Елену Дмитриевну. Морозов обращается к царю в надежде, что тот восстановит справедливость. В результате и Боярин, и князь оказываются в опале. Иван Грозный приказал казнить обоих. Елена уходит в монастырь, отказавшись связать свою судьбу с Никитой Романовичем. Серебряный просит царя назначить его на службу. Много лет спустя Иван Грозный узнает, что отважный князь погиб, исполняя свой долг перед Отечеством. Молодой князь является воплощением мужества и чести. Никита Романович ставит интересы своей родины превыше собственных. Из-за открытости и честности у Серебряного появляется много врагов, самым опасных из которых является царь. Верность своему государю и чувство долга не покидают князя даже в самых опасных ситуациях. Несмотря на то, что Никита Романович видит явную несправедливость Ивана Грозного по отношению к некоторым подданным, он покорно подчиняется всем приказам своего господина, готов понести наказание, которого не заслужил, и не пытается бежать из тюрьмы при появлении такой возможности. Елену Дмитриевну, жену старого боярина Морозова, можно сравнить с Пушкинской Татьяной Лариной. Елена хранит верность нелюбимому мужу. Она отказывается от своего счастья даже после смерти Морозова, считая, что между ней и Никитой Романовичем кровь ее супруга, а значит, семейного благополучия не будет. Елена винит себя в том, что так и не смогла полюбить человека, за которым была замужем. По мнению боярини Морозовой, только полный отказ от женского счастья может искупить ее вину. Афанасий Иванович Вяземский смог добиться в жизни многого, стать главой опричников и получить расположение Ивана Грозного. Только в личной жизни князь не ждал успех. Елена Дмитриевна – единственная женщина, на которой он хотел бы жениться. Но возлюбленная настолько его ненавидела, что предпочла выйти замуж за старого боярина, лишь бы не достаться Вяземскому. Однако князь отказывается принимать поражение. Он отправляется к колдуну, чтобы получить у него приворотное средство. Ни новости Елена не останавливает Афанасия Ивановича, и он решается на похищение. Так и не добившись взаимности от любимой, утратив расположение царя, Вяземский бесславно погибает. Что же касается Ивана IV, то он стал одной из самых неоднозначных фигур не только в романе, но и в русской истории. В царе-тиране сочеталась чудовищная жестокость и безграничная набожность. Завоевать расположение царя так же просто, как и ненависть. Будучи крайне подозрительным, тиран видит врагов на каждом шагу. Историки отмечают странную любовь грозного царя к раскаянию. В детстве маленький Иван зверски убивал животных, а затем шел в церковь и искренне раскаялся. В романе перед читателем царь предстоит уже взрослым, но детские привычки в нем сохранились. Вокруг резиденции царя стоят всевозможные орудия казни. При этом Ивану Грозному мерещится образ заубитых по его приказу людей. Царя мучает совесть. Несмотря на все свои недостатки, царь-тиран испытывает уважение к Никите Романовичу. Князь Серебряный не боится говорить то, что думает, оставаясь покорным. Иван Грозный уничтожает даже некогда любимого им Вяземского, но неоднократно прощает Серебряного. По словам самого автора, его главная цель – описать читателю атмосферу ушедшей эпохи. В задачи Толстого не входит создание исторического очерка с достоверными подробностями. Автор рассматривает только характеры людей и человеческие отношения, которые мало изменились со времен Ивана Грозного. В романе не отмечено желание Толстого очернить сырового царя. Наоборот, не царь, а подданный, достойный порицания. От имени Ивана Грозного было совершено множество преступлений, о которых царь даже не догадывался. Одно из таких злодеяний произошло в деревне Медведевка. Служба опричникам давала безграничные возможности, любителям насилия и произвола, чем и пользовались самые неблагородные люди государства. Подданные всегда мечтают о справедливом правителе. При этом сами редко бывают милосердны по отношению друг к другу. Возможно, автор напрасно боялся гнева Николая Первого. Строгий царь был не менее подозрительным, чем его предшественник, живший в XVI веке. Тем не менее, Николай Первый был далеко не главным человеком и вряд ли усмотрел бы Крамолу в романе Толстого. С вами был книжный сайт «Реальные книги». Следите за нашими следующими выпусками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова